Вся хвала Аллаху Вся хвала Аллаху А затем, дорогие верующие братья, Аллах предопределил так, что творения его умрут. И Аллах повелел, чтобы перед смертью человек сделал последнее наставление окружающим его людям и своим потомкам. Как сказал Аллах, велик он и славен, когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание. Аллах, свят он и возвышен, поведал нам в своей книге истории из жизни прежних пророков. И рассказал о некоторых завещаниях, которые они сделали перед смертью. Аллах, велик он и славен, сказал, Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. О, сыновья мои, Аллах избрал для вас религию. Не умирайте, кроме как будучи мусульманами. Такое завещание дал своим потомкам Ибрахим мир ему. Он завещал им хранить ислам и веру. Завещал им примирение и искренность. Так он наставлял своих детей перед смертью. Так же сделал Якуб и другие пророки. Кто будет размышлять над жизнью нашего предводителя, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тот увидит, что он давал много заветов еще при жизни, а затем многие из этих завещаний он повторил уже перед смертью. Мир ему и благословение Аллаха. Сообщается в сборнике Аль-Бухари, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, незадолго до смерти сделал несколько завещаний. Он завещал следовать Корану и Сунне. Я оставил среди вас две вещи. Вы не заблудитесь, пока будете держаться за них. Книгу Аллаха и мою Сунну. Когда смерть подошла к нему совсем близко, да благословит его Аллах и приветствует, он стал часто повторять определенные наставления. Он завещал им бережно соблюдать свой намаз. Берегите намаз. Берегите намаз и тех, кем вы владеете. Так же делали и благородные сахабы. Если бы ты стоял рядом с кем-нибудь из сподвижников, в то время, когда душа порывалась покинуть его благодатное тело, ты непременно услышал бы завещания и наставления, которые призваны оберегать будущие поколения и служить им напоминанием. Сегодня, дорогие мусульмане, мы вспомним завещание одного из пророков Аллаха. Он усердно призывал свой народ. Он не оставлял и часа ни днем, ни ночью. Все время призывал свой народ к исламу и предостерегал их, чтобы они не поклонялись идолам. Этот пророк, который был подвергнут очень трудным испытаниям, его называли сумасшедшим, его призыв необоснованно обвиняли в разных пороках, и он был отвержен среди своего народа. И сказали, он одержимый. Они ругали его и угрожали ему. Его повсюду называли лжецом. Аллах Великон Иславин сказал этому пророку, который был в своем народе 950 лет, нуху было не спослано в откровении, верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали, посему не печалься от того, что они совершают. «Воздвигни ковчег у нас на глазах, и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы, воистину они будут потоплены. Если увидишь, что брат твой тонет, то не проси меня за тех, которые были несправедливы. Если увидишь, что твой дядя по матери, или по отцу, или сын твой, или жена, если увидишь, что кто-то тонет и погибает, то не заступайся за него, и не молись за него, и не проси меня за тех, которые были несправедливы, воистину они будут потоплены». Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним. «Зачем ты строишь корабль в пустыне, в горной местности? Кто потащит его к морю? Ты хочешь путешествовать по воде?» Каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним. А он говорил, «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы». Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, «Кого постигнут вечные мучения?» Историю об этом пророке Аллах упомянул в Коране. Аллах, Великон и Славен, поведал историю Нуха и его сына. Когда он сказал своему сыну, «Сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими!» Но он ответил, «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Это момент, когда отец смотрит на часть своего сердца, на того, кого он любил всей своей душой, смотрит и видит, как тот захлебывается водой, а смерть хватает его справа и слева. Это же его сын, которого он обнимал, вдыхал запах его волос, целовал. Вот он умирает, умирает у него на глазах. Он кричит ему, «Сын мой, садись с нами, не умирай вместе с этими и не оставайся с неверующими!» Но сын высокомерно ответил ему, «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». И сказал Нух, «Сегодня ничто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. Он смотрел на то, как умирает его сын. И было сказано, «О земля, поглоти свою воду, о небо, перестань!» Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к горе, «Аль-Джуди», и было сказано, «Да сгинут люди несправедливые». И Нух начал говорить, «Как говорит отец, отец сострадательный, добрый». Его охватило чисто человеческое чувство, ведь он видел, как перед ним погиб его сын, и волны кидали его из стороны в сторону. И в этот момент Нух вспомнил обещание Аллаха Великого на Славен. Когда он приказал построить ковчег, тогда он говорил своему пророку, что погубит беззаконников, и тогда же сказал, что спасет его самого и его семью. И воззвал Нух к своему Господу, «Господи, ведь сын мой частица моей семьи, и обещание Твое правдиво, Ты обещал мне, и обещание Твое истинно, и Ты наймудрейший из судей». Кому же обратиться, чтобы он рассудил между мной и тобой, кроме тебя? Какой судья рассудит между мной и тобой, кроме тебя? Кто еще знает решение, и кто решит между двумя спорящими лучше, чем ты? Ведь Ты наймудрейший из судей. И сказал ему Господь Великон и Славен, «О Нух, он не частица Твоей семьи, и такой поступок не является праведным». Или, как говорится в другом Кираате, «И он поступал неправедно, не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю Тебя не быть одним из невежд. И Нух смирился перед своим Господом и сказал, «Господи, я обращаюсь к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь меня, и не помилую, что я окажусь среди потерпевших убыток». Он не вступил в дискуссию, не начал спорить и говорить, «Нет, он все-таки из моей семьи. Разве он не отошел из моих чресел? Разве моя жена не носила его в чреве своем? Разве я не воспитывал его в своем доме?» Но нет. Раз Аллах сказал, «Он не частица Твоей семьи», то Нух сразу принял, «Да, он не из моей семьи. Я каюсь перед Тобой и прошу у Тебя прощения, Господь мой. Кто я такой, чтобы просить Тебя о том, чего я не ведаю? Извини меня. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И было сказано, «О Нух, сходи на землю с миром от нас, и да будет благословение над Тобой и теми народами, которые с Тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас». Дорогие мусульмане, сегодня мы вспоминаем завещание Нуха, которое он сделал перед смертью. Хадис, который привел имам Ахмад в Муснаде и Аль-Бухари в книге Адаб Аль-Муфрад и другие ученые, которые назвали его достоверным, в частности Аль-Альбани, да одарит его Аллах своей милостью, и многие мухаддицы. Когда к Нуху приблизилась смерть, при нем был один из трех сыновей, которые спаслись в Ковчеге, будучи мусульманами. Это те, от кого впоследствии пошло население земли. Наш пророк и господин, который ничего не говорил по пристрастию, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистин, Нух мир ему перед смертью сказал своему сыну, «Сын мой, я скажу тебе завещание, я велю тебе две вещи и запрещу две другие, велю тебе свидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, потому что если бы все семь небес и все семь земель были бы положены на одну чашу весов, а свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, на другую чашу, то слова «нет божества, кроме Аллаха» перевесили бы их». Это значит, что слова «Нет божества, кроме Аллаха, тяжелее, чем небеса, с их опорами и звездами, с их широтой и величием, и всем, что на них, кроме Аллаха». А раз так, эти слова тяжелее, чем все земли и все, что в них есть. Если бы все семь небес и все семь земель были бы положены на одну чашу весов, а свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, на другую чашу, то слова «нет божества, кроме Аллаха» перевесили бы их. Это значит, что небеса и земли вылетели бы со своей чаши весов и были бы легкими по сравнению с весом слов не от божества, кроме Аллаха. И завещаю тебе, это уже второй завет, и велю тебе говорить, Субханаллахи ваби хамди, безупречен Аллах и хвала ему, ведь так прославляет Аллаха все сущее. И запрещаю тебе две вещи, многобожие и высокомерие. Когда сподвижники спросили пророка, да благословит его Аллах и приветствуют, посланник Аллаха, мы уже знаем, что такое многобожие, что же является высокомерием, значит ли это, что у кого-то из нас красивая обувь с красивыми ремешками, он ответил нет. Они спросили, может это ношение красивых украшений? Он снова ответил нет. Они спросили, является ли высокомерием, если кто-либо из нас имеет хорошее животное, на котором он ездит верхом? Он ответил нет. Они спросили, является ли высокомерием, если у кого-то из нас есть окружение, которое сидит с ним? Он ответил нет. Высокомерие это отвержение истины и надменное отношение к людям. Этот хадис привел имам Ахмад в сборнике муснад, мусульмане. Это веление Нуха, своему сыну, свидетельствовать что нет божества достойного поклонения кроме аллах это подтверждение достоинства этих слов ради которых аллах велик он и славен направил посланников и не спасал свои писания ради этих слов и их утверждения погибали люди и было поднята знамя джихада каждый пророк которого аллах посылал на землю призывал к свидетельству ля и ля и лилла практические законы у разных пророков могли отличаться например у кого-то из пророков было пять ежедневных молитв а у кого-то возможно 10 или больше или меньше возможно у кого-либо из пророков были законы закята которые отличались от законов закята у других пророков также законы бракосочетания тоже возможно отличались у разных пророков в некоторых моментах практические законы шариата могли иметь определенные отличия кроме свидетельства нет божества кроме аллах нет ни одного посланника который не призывал бы к этому и не боролся бы за это каждый из них жертвовал собой своим имуществом своим временем интересами семьи для того чтобы утвердить свидетельство ля и ля и ля и ля ля Обладатели знания говорят, что не каждый, кто сказал «Ля иляха илля Аллах» своим языком, не каждый из них выражает истинную сущность этого свидетельства. Да, это так. Потому что свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» имеет свои условия, которые человек обязан соблюсти. Он должен знать его смысл, быть честным перед Аллахом, велик он и славен, когда произносит его. Он должен быть убежден, что в самом деле нет божества, кроме Аллаха. Нет у нас иного Творца. Нет никого достойного поклонения, которому мы могли бы поклоняться и искать его близости. Нет, никто не может воскресить нас, оживить и умертвить, кроме Аллаха, велик он и славен. Ты должен быть убежден, что нет божества, кроме Аллаха, утвердить в своей душе, что вред и польза во власти Аллаха, что уповать нужно только на Аллаха, и добрый удел в руках Аллаха, что Аллах сильный, что Аллах мстит за преступления, что Аллах всемогущий, что Аллах исцеляющий. Утверди для себя, что ты имеешь дело с великим Господом. Он внемлет твоей молитве, когда ты просишь его, отвечает на твой зов, когда ты взываешь к нему. Ты взмолишься ему о спасении, и он спасет тебя. Попросишь помощи, и он поможет тебе. Утверди же в сердце своем истину единобожие, что нет иного божества, кроме Аллаха. И пусть не будет так, что ты станешь произносить эти слова языком, а в сердце противоречить им, как у тех, чьи сердца направлены к покойникам, погребенным в могилах. Не уподобляйся тем, чьи сердца связаны с так называемыми святыми. И они ходят и обтираются у их могил, в надежде получить прощение грехов, или исцеление для больных, или защиту от бед, или решить какие-то другие проблемы. Ля-и-ля-и-ля-ла-лах. Это значит, что в твоем сердце должны воедино собраться вера, любовь, единобожие, упование, и абсолютная убежденность в том, что ты поклоняешься великому Господу, кроме которого нет божества, и что некому поклоняться кроме Него, и нельзя посвящать ни один обряд поклонения кому-то помимо Него. Нух сказал, если бы все семь небес и все семь земель были бы положены на одну чашу весов, а свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, речь идет о настоящих словах «нет божества, кроме Аллаха», убежденных, совершенных, непоколебимых. Если бы они были положены на другую чашу весов, то перевесили бы слова «нет божества, кроме Аллаха». Затем Нух сказал своему сыну, если бы все семь небес были окружены глухим кольцом, Это значит, что если бы они были в кольце, в котором нет выхода, и нет в нем никакого слабого места, через которое можно было бы пробить брешь. Это полностью монолитное кольцо, одинаково крепкое со всех сторон. И даже если пожелаешь пробить с другого места, то увидишь, что все его стороны крепки. Он сказал, если бы все семь небес были окружены глухим кольцом, и явились бы слова «нет божества, кроме Аллаха», то небеса были бы разбиты словами «нет божества, кроме Аллаха». Ля и ля и ля и ля Аллах. «Величественнее, чем небеса, величественнее всех земель, со всем содержимым, со всеми ангелами и людьми, с деревьями и горами». Ля и ля и ля и ля Аллах. «Величественнее всего этого». Потому что все пророки призывали к этим словам. Затем Нухмир ему сказал, «И завещаю тебе и велю тебе говорить, Субханаллахи вабихамди, безупречен Аллах и хвала ему, ведь так прославляет Аллаха все сущее, мусульмане». Это подтверждение слов нашего Господа, свят он и возвышен. Его славят всем небес, земля и те, кто на них. «Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословия». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, завещал нам святить Аллаха и прославлять его. Он сказал, «Субханаллах, это словословие милосердному, альхамдулиллях, наполняют весы, а субханаллахи и альхамдулиллях, заполняют собой все, что между небом и землей». Наш пророк да благословит его Аллах и приветствует, много славил своего Господа велик он и славен. Субханаллах! Это прославление, посвященное Аллаху Свят Он и Возвышен. Возвеличивание и восхваление, и отвержение любых недостатков. Если кто-то говорит против нашего Господа и умаляет Его возвышенное достоинство, мы восклицаем, Субханаллах, что значит, безупречен Господь наш, велик Господь наш, возвышен Господь наш и причист Господь наш от всякого порока и несовершенства. Субханаллах! Поэтому Всевышний Аллах сделал так, что небеса славят имя Его, и земли славят имя Его, и горы светят Его, и деревья светят Его, и птицы, и звезды, и горы, и все сущее светит Аллаха, и воздает хвалу нашему Господу великому славен. Аль-Хасан Аль-Басри, да одарит его Аллах своей милостью, сказал, завещая своим ученикам слова прославления, Субханаллах! Неужели вы не устыдитесь того, что животное, на котором вы сидите, и дерево, мимо которого вы проезжаете, прославляет Аллаха больше вас? Это потому, что нет ничего, что не прославляло бы нашего Господа Свят Он и Возвышен. И когда раб Аллаха говорит, Субханаллахи вабихамди, это значит, я восхваляю Господа нашего, воздаю хвалу моему Господу, что Он привел меня к Исламу, восхваляю за то, что Он облегчил мне иман, мою веру, восхваляю Господа за то, что Он дал мне слух, зрение, силу, средства, жену и детей, хвала Аллаху, что уберег меня от зла, хвала Ему, что Он сделал меня покорным человеком, мусульманином, который ищет его близости. Субханаллахи вабихамди. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Во многих хадисах говорил нам о достоинстве подобных слов. Он сказал, кто скажет, Субханаллахи вабихамди, для того в раю будет посажена пальма. Так пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, прославлял Аллаха в начале дня и в конце, каждый раз, когда начинался день и когда начиналась ночь. Он говорил, Субханаллахи вабихамди, повторяя эти слова сто раз, с целью добиться близости нашего Господа, велик он и славен. Он говорил да благословит его Аллах и приветствует, воистину Господь ваш любит восхваление. Он любит наше прославление, и он достоин прославления, и потому он сам прославил себя. Затем Мух сказал, и запрещаю тебе две вещи, многобожие, дабы ты не предавал Аллаху сотоварищей и совладельцев, и не клялся никем, кроме Аллаха, будь осторожен, не клянись во имя святых, или жизнью праведников, и не клянись даже посланникам Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Нельзя клясться и говорить, клянусь пророком, или клянусь посланником Аллаха, нельзя клясться даже каабой, и ничем другим. Если клянешься, то клянись Аллахом или молчи. Как сказал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в то время люди клялись своими отцами, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил им это и сказал, если кто-либо из вас забудет и скажет, клянусь богиней Аллят или богиней Аляуззай, то есть поклянется какой-нибудь доисламской клятвой, то пусть произнесет затем Ла-Илях-Иляллах. Пусть он скажет Ла-Илях-Иляллах, подтверждая свое единобожие и очищая себя от этой грязи, которая прошла через его язык. Пусть он скажет Ла-Илях-Иляллах, нельзя клясться не Аллахом, запрещено совершать забой животного не во имя Аллаха, когда человек приходит к могиле или к какому-то святому, зарежет животное и пускает кровь, чтобы приблизиться к этому святому, или чтобы выпросить у него ребенка, или чтобы он защитил от врагов, или помог вернуть потерянное, или чтобы жена забеременела, или для избавления от долгов. Нет же, свяжи душу свою со словами Ла-Илях-Иляллах, нельзя делать ничего, что имеет отношение к Нагобожию. Пусть никто не думает, что наряду с Аллахом можно поклоняться кому-то еще. Или что можно придать кому-то из творений качества, присущие одному лишь Аллаху. Это многобожие. Нельзя говорить, что такое-то имеет знание скрытого. Это многобожие. Потому что качества Аллаха принадлежат лишь Ему, и нет у Него соучастника и совладельца. Не позволено человеку возвышать кого-то из творений до уровня поклонения Ему, и утверждать, что Он знает сокровенное. Нельзя говорить, наш Пророк знает сокрытое. Нельзя говорить этого ни про Абубакра, ни про Умара, ни про Усмана, ни про Али, ни про кого-то из членов семьи Пророка, ни про кого. Нельзя говорить, что кто-то, кроме Аллаха, знает сокровенное. Он ведущий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен, и к которым Он представляет стражей спереди и сзади. Иногда Аллах открывает некоторым из Своих пророков определенную долю сокрытых знаний, дабы сохранить их. Например, как это было с нашим пророком, даблагословит его Аллах и приветствует, когда он взял отравленную баранью ногу, которую принесла ему одна иудейка после взятия Хайбара. Он взял эту ногу и уже было откусил от нее. И в этот момент Аллах внушил ему сокрытое знание о том, что мясо отравлено, и он отбросил ее. Также Аллах, велик он и славен, внушал нашему дорогому пророку, даблагословит его Аллах и приветствует, знание, что такой-то человек будет убит, что в будущем произойдет такое-то событие. После чего пророк, даблагословит его Аллах и приветствует, передавал те знания, которые были внушены ему от Аллаха. Но сам по себе он не знал сокровенное. Если бы он знал сокровенное изначально, разве он поднес бы отравленное мясо к рту, зная, что оно отравлено? Он бы не сделал этого, потому что убивать себя запрещено. И надо сказать, что сподвижник, который ел мясо вместе с ним, погиб от этого яда. Если бы он знал, что мясо отравлено, разве бы он молчал и смотрел, как его сподвижники умирают от яда? Если бы он, даблагословит его Аллах и приветствует, знал сокрытое, разве бы он ходил с тревоженным и печальным на протяжении целого месяца во время событий, когда нашу мать Аишу лживо обвинили в том, к чему она совсем не причастна? Пророк, даблагословит его Аллах и приветствует, жил в ожидании, когда придет откровение с небес и прольет свет на данные обстоятельства. Данная история говорит о том, что сокровенного он не знал. Если бы Али обладал знанием скрытого, то разве вышел бы он в тот день на утренний намаз без оружия, зная при этом, что Ибн Мульджам, да погубит его Аллах, притаился для того, чтобы нанести удар и убить его? Если бы Хусейн ведал о тайнах сокровенного, разве бы он взял с собой своих детей, женщин и мужчин? Разве он взял бы с собой малых детей и женщин Кербелу, если бы он знал сокрытое, что он будет убит, и будут убиты его попутчики, да будет доволенными всеми Аллах? Неужели он вышел бы с детьми, чтобы их там зарезали? Никто не знает сокрытого, кроме Аллаха. Нага Божия – это приписывание качеств, характерных только Аллаху, кому-либо помимо Него, или возвышение чьих-либо качеств до степени, когда эти качества уравниваются с качествами Аллаха, велик он и славен. Затем Нухмир ему сказал своему сыну, «И запрещаю тебе две вещи, многобожие и высокомерие». И сахабы испугались высокомерия, ведь в рай не войдет тот, в чьем сердце будет хотя бы крупиться высокомерие. Они спросили, посланник Аллаха, является ли высокомерием, если человек будет носить красивую обувь с красивыми ремешками? То есть, если человек будет носить красивую одежду и дорогую обувь? Он сказал нет. Высокомерие находится не в ногах, место высокомерия – это сердце. Поэтому он сказал нет. Они спрашивали его, является ли высокомерием ношение красивой, дорогой одежды? Он сказал нет. Сколько таких людей, которые одевают хорошую одежду, но по жизни они ведут себя скромнее тех, кто одевается бедно? Нет. Они спросили, о посланник Аллаха, является ли высокомерием добротное животное и ездить на нем? То есть, делать это, когда кто-то другой ходит пешком, да еще, возможно, с босыми ногами. Ему не на чем ехать, а я проезжаю мимо него верхом на собственном коне. Значит ли это, что я высокомерный? Пророк сказал нет. Они спросили, будет ли высокомерием, если у человека есть окружение, которое сидит с ним? То есть, у человека есть свита. Люди, которые собираются вокруг него, считают его значимым и уважают его. Пророк сказал нет. В таком случае, что такое высокомерие? Он ответил, «Высокомерие» это отвержение истины и надменное отношение к людям. Отрицание истины, например, когда тебе говорят, «Ты поступил несправедливо по отношению к тому человеку, иди извинись перед ним», а ты говоришь, «Нет, не сделаю». Так вот, этим ты отверг истину. Это и есть высокомерие. Высокомерие – это когда мужчина или женщина садится кушать и при этом ест левой рукой. А когда ему говорят, «Ешь правой рукой», то он не реагирует и продолжает есть левой рукой уже из высокомерия, а не потому, что не может есть правой. Это отвержение истины. Один человек ел левой рукой при пророке, «Да благословит его, Аллах и приветствует». Высокомерно. Пророк, «Да благословит его, Аллах и приветствует», сказал ему, «Ешь правой». Но тот сказал, «Не могу». Просто из надменности. Не хочет менять руку. Все. Начал есть левой и закончу левой. И еще говорить, «Не могу». Тогда пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, сказал, «Да не сможешь ты». «Да не сможешь ты». Это дуа против него. Это значит, пусть Аллах сделает так, что ты действительно не сможешь. Ты утверждаешь, что не можешь? Тогда я прошу Аллаха, чтобы ты на самом деле, по-настоящему, не мог этого сделать. Он сказал, «Да не сможешь ты». Передатчик этого хадиса сказал, «Клянусь Аллахом, он больше никогда не мог поднести ее к рту». Его рука была парализована. Посланник Аллаха, да благословит его, Аллах приветствует, сказал, ничто не мешало ему, кроме высокомерия. Высокомерие — это отвержение истины. Тебе говорят, ты поступил несправедливо с тем человеком, ты ослушался родителей, ты нечестно взял деньги у того. Или говорят, читай намаз в мечети. Или говорят какую-то иную истину, а ты отвергаешь ее. Ведь сказано, высокомерие, за которое будет наказание в день суда — это отвержение истины и надменное отношение к людям. И, как говорится в другой версии, и презрительное отношение к людям. Это попрание прав людей. Когда человек достигает высокого положения, главенствующей должности, почета, нужности, и он начинает использовать этот почет и свою необходимость для притеснения людей и ущемления их прав. Отнял дом у одного, землю у другого, а, возможно, посягнул и на чью-то честь, женился на чьей-то дочери без желания отца или заставил мужа развестись с женой, чтобы жениться на этой женщине самому. Начал угнетать людей и ущемлять их права. Высокомерие — это отвержение истины и надменное отношение к людям. Просим Аллаха, чтобы он не спасал благословение и мир своим посланникам по числу праведников, которые поминают его, и повсюду, где ночь сменяется днем, чтобы Аллах собрал нас вместе с ними в раю. Я сказал то, что вы слышали, и я прошу прощения за все грехи у великого и славного Аллаха, для себя и для вас. Прошу прощения у Аллаха и каюсь перед Ним, воистину Он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его доброту к нам. Благодарим его за то, что он заботится о нас и одаряет нас своей милостью. Свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, нет у него сотоварищей и прославляю его. Свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, который зовет нас к довольству Аллаха. Да благословит Аллах и не спошлет ему мир и благодать, а также его семье, всем его братьям и друзьям, которые шли по его пути вслед за ним и держались за его сунну, до самого дня воздаяния. О Аллах, просим у Тебя всех благ в этой жизни и в жизни следующей, о которых мы знаем и о которых не ведаем. Обращаемся к защите Твоей от всякого зла в этой жизни и в следующей, о котором мы знаем и о котором не ведаем. О Аллах, просим Тебя помочь нашим братьям и нашим семьям повсюду. Помоги им в Сирии. О Аллах, помоги муджаидам на Твоем пути в Сирии. О Аллах, сделай их слово единым и сделай народ их единым. Объедини их сердца. О Аллах, наполни сердца их верой, искренностью, убежденностью, любовью, единением и взаимопомощью. О Господь миров! О Аллах, объедини их сердца! Сделай удар их верным, а мнение правильным! О Аллах, веди их и направля их! О Аллах, веди их и направля их! О Аллах, прими тех, кто пал шахидами! Помилуй тех, кто умер, исцели раненых и дай им победу над теми, кто выступил против них! Воистину ты сильный и могущественный! О Аллах, пусть деньги и оружие доходят до них с легкостью! О Аллах, пусть деньги и оружие доходят до них с легкостью! О Аллах, пусть деньги и оружие доходят до них с легкостью! О Господь миров! О обладатель славы и щедрости! О Аллах, живой управитель! Мы просим Тебя явить нам удивительное проявление Твоей мощи, Твоей всепокоряющей силы и праведной мести, против тех, кто притесняет их и выступает против них. О, Аллах, не давай беззаконникам сплоченности. Накажи их и всех, кто помогает им, поддерживает их и спонсирует их или сражается за них. О, Аллах, накажи этих тиранов. О, Аллах, потряси их и яви нам Твое могущество, чтобы они знали, что у нас есть Господь, которого мы просим, и Он помогает нам. О, Господь миров, о, обладатель славы и щедрости. О, Аллах, мы просим Тебя, о, живой, о, управитель, чтобы Ты улучшил положение мусульман во всех уголках Твоей земли и объединил их сердца на благе и на верном пути и на манхаджи Твоего посланника да благословит его Аллах и приветствует. О, Господь миров, мы просим Тебя за всех наших славых братьев, чтобы Ты помог им, ведь Ты славный и могучий. Нашим братьям в Палестине, в Ираке, в Афганистане и в Чечне, а также братьям в Египте, Ливии, в Тунисе и в Йемене и во всех уголках Твоей земли, о, Господь миров. О, Аллах, исправь положение в Сомали и объедини их за правителем, которого они любят больше других и который послушан Тебе больше других. О, Аллах, сделай дома Сомали безопасными. О, Аллах, сделай дома их безопасными. О, Аллах, сделай дома их безопасными. О Аллах, не спошли им блага потока мобильным, и не сделай проживание их тяжким и трудным, о обладатель славы и щедрости. О Аллах, мы просим Тебя облегчить для нас благо в нашей стране. О Аллах, если кто-то пожелает навредить нам, или нашей безопасности, или нашему обществу, или нашим правителям, то обрати его козни против него самого. Сделай все их планы разрухой для них самих, о сильный, о могущественный, о Господь миров. О Аллах, облегчи нашему правителю все то, что Ты любишь, и то, чем Ты доволен. Возьми его за чело и поведи его к добру и богобоязненности. О Аллах, облегчи ему руководство Твое и сделай поступки его в довольствии Твоем. И то же самое для других правителей мусульман. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, так же, как благословил Ты Ибрагима и семью Ибрагима, и не спошли благодать Мухаммаду и семье Мухаммада, так же, как не спослал Ты благодать Ибрагиму и семье Ибрагима. Воистину Ты достохвальный и славный. Безупречен Господь Твой, Господь Могущества и непричастен Он к тому, что приписывают Ему многобожники. Мир всем пророкам и хвала Аллаху, Господу миров.